Девушки отдыхают И сегодня вас ждет новая порция наших отличников На 11 месте нашего рейтинга расположился сюжет о последнем звонке для школьников С каким настроением ребята встречали этот знаменательный в их жизни день, смотрите далее Десногорские 11-классники попрощались с детством и школой В честь этого радостного и немного грустного события в школах были организованы концертные программы Ученики первой школы 11-го А и 11-го Б классов подготовили для своих учителей и родителей последний в школе концерт Ребята выступили на сцене в роли ведущих новостей и всю программу показали зрителям в виде новостного сюжета Теплые и искренние слова прозвучали в адрес директора школы Ирины Сысоевой Она в свою очередь поздравила выпускников значимым для них событием Дорогие ребята, это ваш праздник, мы хотим вас поздравить с этим праздником Пожелать вам исполнения всех ваших желаний, чтобы сбылись ваши мечты Присутствовали на празднике почетные гости Глава города Андрей Шубин обратился к выпускникам с напутственной речью Многочисленные репетиции последнего звонка не прошли даром Концерт был ярким и веселым Выпускники много пели, показывали смешные сценки И даже смонтировали собственный фильм под названием «Опоздавшие» Каждому учителю школьники подготовили тематическое поздравление Здравствуйте, Галина Николаевна Ваши глаза цветом северного неба Я хотел бы вас обрадовать Я сдаю физику Приснится же такое Концерт в честь последнего звонка ребята сделали веселым и очень душевным Впереди их ждет сдача экзаменов И совсем другая, уже взрослая жизнь Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Десногорский энергетический колледж – это кузница высокопрофессиональных и востребованных кадров Чем живут будущие инженеры, технологи воды, сварщики и водители Узнала наша съемочная группа в сюжете, который занял 10 место Свою деятельность энергетический колледж ведет с 1980 года Многие выпускники колледжа сейчас работают на крупных предприятиях страны Нынешние студенты – очень талантливые дети Например, второкурсник Артем удостоен областной стипендии князя Смоленского Романа Ростиславовича Он учится по специальности технология воды, масла и смазочных материалов на электрических станциях Интересно посмотреть на то, как вода будет реагировать с другими реактивами, с индикаторами И вообще, насколько, ну, самому интересно, просто насколько она будет пригодна для питья Не только для себя самого, но и для каких-то там, ну, для друзей или для родственников Преподаватели всячески поддерживают первокурсников Несмотря на то, что я начал учиться совсем недавно, я уже успел принять участие в таких конкурсах, как WorldSkills Russia По специальности техник-электрик Обучаться в данном колледже мне очень нравится И я выбрал эту профессию, потому что я хочу связать свою жизнь с электрическим током, грубо говоря, и сбором схем Студенты всесторонне развиваются и регулярно пополняют копилку студенческих достижений грамотами и кубками Некоторые из ребят профессионально занимаются спортом и успешно представляют колледж на спортивных соревнованиях Помимо учебы я очень активно занимаюсь спортом В нашем колледже есть секция бокса Мои спортивные достижения, они остались незамечены Я имею первое место по ГТО Я сдавал плавание, стрельбу, ну и всякие разные элементы спорта Я студент второго курса по профессии сварщик Участвовал в WorldSkills, получил второе место Было сложно в WorldSkills на самом деле Что еще? Имею золотую медаль по ГТО Так мне нравится учиться в Десногорском медицинском колледже Преподаватели очень классные Творческих людей в колледже тоже достаточно Помимо учебы в колледже мы занимаемся творческой деятельностью Участвуем в студенческом совете Готовимся к мероприятию каждому для наших студентов Студенты колледжа получают знания и навыки в различных областях Они учатся организовывать рабочий процесс и планировать личное время В дальнейшем все это поможет молодым специалистам эффективно решать любые профессиональные задачи Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Смоленская атомная станция в полной мере уникальный объект Безукоризненная дисциплина и соблюдение мер безопасности Это залог ее нормальной и эффективной работы Но что делать, если авария все-таки произошла? Такой невероятный сценарий отрабатывался на комплексных противоаварийных учениях Которые прошли 18 и 19 сентября Сюжет об этом занял 9 место в нашем рейтинге Комплексные противоаварийные учения Это наиболее масштабная тренировка сил и средств Которые задействуются в случае чрезвычайной ситуации На Смоленской АЭС учения провели с привлечением группы Оказания экстренной помощи атомным станциям Кризисного центра концерна Росэнергоатом Подразделения МЧС и Минобороны Всего было задействовано более тысячи человек И несколько десятков единиц спецтехники Отрабатывался усложненный сценарий учения Катаклизмы и последующие технические сбои Которые невозможны в местах расположения станции Персоналом были отработаны навыки по локализации И ликвидации условной чрезвычайной ситуации А также эвакуации сотрудников атомной станции Также отрабатывались навыки по дезактивации техники И санитарной обработке персонала В Десногорске и поселке Ершичи Ельинского района Развернулась работа условных эвакуационных пунктов Главная цель учений – отработка взаимодействия Между участниками аварийного реагирования Была достигнута в полном объеме Наблюдатели, сотрудники ведомств и специальных служб Высоко оценили уровень подготовки участников мероприятия Задействована была противорийная техника соответствующая Которая предназначена именно для таких тяжелых событий Которые могут произойти на станции, гипотетические Но тем не менее люди на высоком практическом уровне Эту технику применяли Своё отношение к проведенным мероприятиям Высказал и директор станции Для нас эти учения, повторюсь, это для нас жизнь Мы живём с этим, и это правильно И не хочу сказать, но реально К мирному атому мы относимся с почтением и с уважением Десногорск – непосредственный город-спутник Смоленской АЭС Но несмотря на своё расположение и масштабность проведённых учений Будничная жизнь муниципалитета практически не изменилась Мы не создали лишней паники среди населения И в то же время все службы, которые должны задействоваться, они были задействованы Всё прошло спокойно на высоком организационном уровне Подводя итоги учений, было отмечено, что Смоленская АЭС является одним из лидеров среди российских атомных станций Высокие показатели отмечены не только по выработке электроэнергии Но и в соблюдении безопасности, а также и в противоаварийной готовности Мы постепенно приближаемся к лидерам нашего хит-парада Двадцатка самых-самых новостей Десна ТВ Завтра мы продолжим смотреть самые популярные сюжеты, которые выходили в новостных выпусках программы «День за днём» в 2019 году Желаю вам приятных выходных! Оставайтесь в компании Десна ТВ